Обсуждение самых острых проблем Азиатско-Тихоокеанского региона в экономике не только завершилось на Филиппинах. Необходимость, прежде всего, качественного роста экономики, пожалуй, ключевой пункт итоговой декларации саммита ОТЭС. Об итогах форума рассказал на пресс-конференции Дмитрий Медведев, который представлял нашу страну. Помимо глобальных вопросов, зашла речь и о региональных проблемах. У Киева перед Москвой остается суверенный долг в 3 миллиарда долларов. Если не оплатить его до конца года, дефолт на Украине неминуем. Россия предложила оптимальный выход — реструктуризацию на три года. Но Киеву надо принимать решение быстрее. Из-за него должны поручиться западные партнеры. Во-первых, пора перестать так облучиваться по поводу признания суверенного характера этого долга. Для всех честных людей всем понятно, что речь идет о обязательстве, которое возникло у Украины как государство, а не у каких-то коммерческих структур. Это совершенно понятно, все остальное — манипуляции. Второе, очевидно абсолютно, что если мы такую реструктуризацию делаем, мы должны иметь гарантии, что в какой-то момент нас не пошлют подальше. К сожалению, нынешняя экономическая ситуация на Украине к этому сильно располагает. Прокомментировал Дмитрий Медведев и решение Кабмина о введении в отношении Украины продовольственного эмбарго с начала следующего года. Сделать это пришлось в ответ на уже действующие санкции Киева. Убытки украинских производителей, по словам премьеры, могут достичь сотен миллионов долларов, особенно учитывая, что и со стороны Евросоюза на украинские продукты установлены строгие квоты. Спасибо. Продолжение следует...